Добрый вечер, с вами снова я и Фильм на вечер. И нахуя я это посмотрел? Возник у меня очевидный вопрос после просмотра. Я являюсь любителем жанра ужасов и поэтому имею неплохое представление о том, каким мне должен быть фильм ужасов. Но это точно шляпа, а не фильм. Лучше нихуя не смотреть или выколоть нахуй глаза. В последнее время индустрия жанра ужасов очень сильно скатилась и выпускать шаблонные проходные и второсортные ужастики стало нормой. Если сравнить фильм 2012 года и 2022, то особых различий вы не увидите. Ни в плане графики и спецэффектов, ни в плане сюжетных линий и задумок в целом. Ни в плане надоедливых скримеров, которые порой даже не пугают, а просто удивляют своей предсказуемостью. Игра актера слабая и неотвердительная. Сюжетная линия шаблонная и предсказуемая. Музыкальное сопровождение неплохое, но не более того. Спецэффекты и графика подаются морально устаревшими технологиями. Бля, но я могу лучше сделать спецэффекты на телефоне. Собственно все, что нужно знать вам об этом фильме. Не тратьте время зря. Даже Дэнни Треха не вытянула это дерьмище. У нас есть очень плохие люди. Люди пропадают. Туристас. Детки. Здесь очень небезопасно. Фильм никак не зацепил. Он не просто не понравился. Он отвратителен. Просто хуйня. Бле-е-е-е. Происходящее настолько скучно, что смотрел с трудом. Динамика картины оставляет желать лучшего. Нет яркого и стремительного развития событий. Хронометраж вообще не соблюдается. Я догнал тебя, сволочь. Дэнни! Если ряд фильмов можно хоть как-то смотреть в силу интересной актерской игры, то здесь нет ничего, что могло бы зацепить и дать интерес к происходящему. Даже тема сисек не раскрыта. О чем тут говорить? Я бы не стал рекомендовать данный бред к просмотру. С вами был я, Каллигула. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока. Мама будет нас искать. Там тетя. Да нет, там никакой тети. Марш обратно. Лилиана, встань за мной. Редактор субтитров А.Семкин